Прятки Витя и Славик соседи. Они всегда ходят друг к другу в гости. Вот раз Витя пришел в гости к Славику, Славик ему говорит, давай играть в прятки. Давай, согласился Витя, чур, я первый буду прятаться. Ну ладно, а я буду водить, сказал Славик и пошел в коридор. Витя побежал в комнату, залез под кровать и кричит, Готово! Славик пришел, заглянул под кровать и сразу нашел его. Витя вылез из-под кровати и говорит, это неправильно, я плохо спрятался. Если б я хорошо спрятался, ты не нашел бы меня, я перепрячусь. Ну, пожалуйста, перепрятывайся, согласился Славик и снова пошел в коридор. Витя побежал во двор и стал искать, где бы спрятаться. Славик смотрит, возле сарая собачья конура стоит, а в ней Бобик сидит. Он поскорее выгнал из конуры Бобика, а сам залез на его место и снова кричит, Готово! Славик вышел во двор и стал искать Витю. Искал, искал, никак не может найти. А Витя надоело в конуре сидеть, он и начал выглядывать из нее. Тут Славик увидел его и закричал, а-а-а, вот ты куда забрался, вылезай! Витя вылез из конуры и говорит, это неправильно, это не ты нашел меня, я сам выглянул. А зачем же ты выглянул? Не надоело в конуре скрюченном сидеть. Если б я не был скрюченный, ты не нашел бы меня, я перепрячусь. Нет, теперь уж моя очередь прятаться, говорит Славик. Ну, тогда я совсем не буду играть, обиделся Витя. Ладно, перепрятывайся, раз ты такой, согласил-ка Славик. Витя побежал в комнату, закрыл дверь, а сам забрался за вешалку и спрятался под пальто. Славик снова пошел его издать. Он открыл дверь, а Бобик шмыгнул в нее, подбежал прямо к вешалке и стал ласкаться к Вите. Витя рассердился и начал отталкивать Бобика ногой. Славик увидел и закричал, а-а-а, вот ты где, за вешалкой, вылезай! Витя вылез и говорит, это неправильно. Ты меня не нашел, это Бобик меня нашел, я перепрячусь. Что же это такое, говорит Славик? Ты все время прячешься, а я каждый раз должен искать. Поднайди меня еще раз, тогда ты будешь прятаться, сказал Витя. Славик снова зажмурил глаза, а Витя побежал на кухню, вытащил из посудного шкафчика всю посуду, сам залез в шкафчик и кричит, готово! Славик пошел на кухню, видит, из шкафчика вся посуда вытащена и сразу догадался, где Витя. Он потихоньку подкрался к шкафу, запер его на крючок, а сам побежал во двор и стал играть с Бобиком в прятки. Спрячется, а Бобик его ищет. Вот хорошо, думает Славик, с Бобиком гораздо лучше играть, чем с Витей. А Витя сидел в шкафчике, сидел, ему и надоело. Он хотел вылезти, а дверца не открывается. Он испугался и давай кричать. «Славик! Славик! Славик!» Славик услышал и прибежал. «Выпусти меня отсюда!» – закричал Витя. «Дверца почему-то не открывается!» «А будешь меня искать, тогда выпущу!» «Зачем мне тебя искать, раз ты не нашел меня?» «Я ведь нашел!» «Это не ты меня нашел!» «Я сам закричал!» «Если б я не закричал, ты не нашел бы!» «Сиди себе в шкафчике, а я поеду гулять!» – говорит Славик. «Не имеешь права!» – закричал Витя. «Это не по-товарищески!» «А разве по-товарищески заставлять меня все время искать?» «По-товарищески!» «Ну, тогда сиди в шкафу до самого вечера!» «Ладно, буду теперь тебя искать!» «Только выпусти!» – стал просить Витя. Славик откинул крючок, Витя вылез из шкафа, увидел крючок и говорит «Это ты нарочно запер меня!» «Я не буду за это тебя искать!» «И не надо!» – говорит Славик. «Я лучше с Бобиком буду играть!» «А разве Бобик умеет искать?» «Ого! Еще даже лучше тебя!» «Ну, давай тогда вместе от Бобика прятаться!» Витя и Славик пошли во двор и стали прятаться от Бобика. Бобик хорошо умел в прятки играть, только глаза зажмуривать не умел. Три охотника Жили-были три веселых охотника. Дядя Ваня, дядя Федя, да дядя Кузьма. Вот пошли они в лес. Ходили-ходили, много разных зверушек видели, но никого не убили. И решили устроить привал. Отдохнуть, значит. Уселись на зеленой лужайке и стали рассказывать друг другу разные интересные случаи. Первым рассказал охотник дядя Ваня. «Вот послушайте», — сказал он. «Давно это было. Пошел я как-то зимой в лес, а ружья у меня в ту пору не было. Я тогда маленький был. Вдруг смотрю — волк. Огромный такой. Я от него бежать. А волк-то, видать, заметил, что я без ружья. Как побежит за мной? Ну, думаю, не удрать от него мне. Смотрю дерево. Я на дерево. Волк хотел цапнуть меня, да не успел. Только штаны сзади зубами порвал. Залез я на дерево, сижу на ветке и трясусь от страха. А волк сидит внизу на снегу, поглядывает на меня и облизывается. Я думаю, ладно, посижу здесь до вечера, ночью волчишка заснет, и я от него удеру. К вечеру, однако, еще один волк пришел. И стали они меня вдвоем карауровать. Один волк спит, а другой стережет, чтобы я не сбежал. Немного погодя, пришел третий волк. Да, потом еще и еще. И собралась под деревом целая волчья стая. Сидят все, да зубами щелкают на меня. Ждут, когда я свалюсь к ним сверху. Под утро мороз ударил. Градусов сорок. Руки-ноги у меня закоченели, я не удержался на ветке. Бух вниз! Вся волчья стая как набросится на меня. Что-то как затрещит. Ну, думаю, это кости мои трещат. А оказывается, этот снег подо мной провалился. Я как полечу вниз-то, и очутился в берлоге. Внизу, оказывается, медвежья берлога была. Медведь проснулся, выскочил от испуга наружу, увидел волков и давай их драть. В одну минуту разогнал всех волчишек. Я осмелел, потихоньку выглянул из берлоги, смотрю, нет волков, и давай бежать. Прибежал домой, еле отдышался. Ну, моя маменька дырку на штанах зашила, так что совсем незаметно стало. А папенька, как бы знал про этот случай, так сейчас же купил мне ружье, чтоб я не смел без ружья по лесу шататься. Вот и стал я с тех пор охотник. Дядя Федя и дядя Кузьма посмеялись над тем, как дядя Ваня напугался волков, а потом дядя Федя и говорит. Я раз тоже в лесу напугался медведя, только это летом было. Пошел я однажды в лес, а ружье дом забыл. Вдруг навстречу медведь, я от него бежать, а он за мной. Я бегу быстро, но медведь еще быстрей. Слышу уже сопиться моей спиной. Я обернулся, снял с головы шапку и бросил ему. Медведь на минутку остановился, обнюхал шапку и опять за мной. Чувствую, опять настигает. А до домки еще далеко, снял я на ходу куртку и бросил медведю. Думаю, хоть на минуточку задержу его. Ну, медведь разодрал куртку, видит ничего в ней съедобного. Снова за мной. Пришлось мне бросьте ему и брюки, и сапоги. Ничего не поделаешь, от зверев надо спасаться. Выбежал я из леса в одной майке и трусиках. Тут впереди речка и мостик через нее. Не успел я перебежать через мостик, как затрещит что-то. Оглянулся я, а это мостик под медведем рухнул. Медведь бултых в речку. Ну, думаю, так тебе и надо, бродяга, чтобы не пугал людей зря. Только под мостиком было не глубоко. Медведь вылез на берег, отряхнулся как следует и в лес обратно ушел. А я говорю сам себе, молодец, дядь Федя, ловко медведя провел. Только как мне теперь домой идти? На улице люди увидят, что я чуть ли не голышом, и нас в них поднимут. И решил, посижу здесь в кусточках, а стемнеет, пойду потихоньку. Спрятался я в кустах, сидел там до вечера, а потом вылез и стал пробираться по улицам. Как только увижу, что кто-нибудь идет навстречу, сейчас же шмыгну куда-нибудь за угол и сижу там в потемках, чтобы на глаза не попадаться. Наконец забрался до дома. Хотел дверь открыть. Хвать-похвать. А ключа у меня и нет. Ключ-то у меня в кармане лежал, в куртке. А куртку-то я медверью бросил. Надо бы мне сначала ключ из кармана вынуть, да не до того было. Что делать, попробовал дверь выломать, да дверь оказалась крепкая. Но думаю, не замерзать же ночью на улице. Высадил потихоньку стекло и полез в окошко. Вдруг кто-то меня за ноги хвать и орет во все горло, держите его, держите. Сразу людей набежало откуда-то. Одни кричат, держите его, он в чужое окошко лез. Другие вопят, в милицию его надо, в милицию. Я говорю, братцы, за что же меня в милицию? Я ведь в свой дом лез. А тот, который схватил меня и говорит, вы его не слушайте, братцы. Я за ним давно слежу. Он все время по темным углам прятался и дверь хотел выломать, а потом в окно полез. Тут милиционер прибежал. Все ему стали рассказывать, что случилось. Милиционер говорит, ваши документы? А какие у меня, говорю, документы? Их медведь съел? Вы бросьте шутить, как это медведь съел. Я хотел рассказать, а никто и слушать не хочет. Тут на шум соседка тетя Даша из своего дома вышла. Увидала меня и говорит, отпустите его, это же наш сосед, дядя Федя. Он на самом деле в этом доме живет. Милиционер поверил и отпустил меня. А на другой день купил я себе новый костюм, шапку и спаги. И стал с тех пор жить да поживать, да в новом костюме щеголять. Дядя Ваня и дядя Кузьма посмеялись над тем, что приключилось с дядей Федей. Потом дядя Кузьма сказал, я тоже однажды медведь встретил. Это был зимой. Пошел я в лес. Гляжу медведь. Я бах из ружья, а медведь брык на землю. Я положил его на санки и повез домой. Тащу его по деревне на санках, тяжелок. Спасибо, деревенские ребятишки помогли мне его довезти до дома. Привез я медведь домой и оставил посреди двора. Сыниш мой Игорек увидел и от удивления рот таразину. А жена говорит, вот хорошо, сдерешь с медведя шкуру и сошлем тебе шубу. Потом жена и сынишка пошли пить чай. Я уж хотел начать сдирать шкуру, а тут откуда ни возьмись прибежал пёс Фоксик. Да как цапнет медведя зубами за ухо. Медведь как вскочит, как ряпнет на Фоксика. Оказалось, что он не был убит, а только обмер от испуга, когда я выстрелил. Фоксик испугался и бегом в конуру. А медведь как бросится на меня. Я от него бежать. Увидел у курятника лестницу и полез вверх. Взобрался на крышу, гляжу, а медведь вслед за мной полез. Сгромоздился он тоже на крышу, а крыша не выдержала. Как рухнет! Мы с медведем полетели в курятник. Куры перепугались, как закудахчут, как полетят в стороны. Я выскочил из курятника, поскорей к дому. Медведь за мной. Я в комнату, и медведь в комнату. Я зацепился ногой за стол, повалил его, вся посуда посыпалась на пол, и самовар полетел. Игорек от страха под диван спрятался. Вижу я, бежать дальше некуда. Упал на кровать, и глаза с перепугу зажмурил. А медведь подбежал, как тряхнет меня лапой, как зарычит. Вставай скорее, вставай! Я открыл глаза, смотрю, а эта жена меня будет. Вставай, говорит, уж утро давно, ты ведь собирался идти на охоту. Встал я и пошел на охоту, но медведя в тот день не видал больше. И стал я с тех пор жить, да поживать, да щи хлебать, да хлеб жевать, да в новом костюме щеголять. Во! Дядя Ваня и дядя Федя посмеялись над этим рассказом. И дядя Кузьма посмеялся с ними. А потом все трое пошли домой. Дядя Ваня сказал, хорошо поохотились, правда? И зверушки ни одной не убили, и весело время провели. А я и не люблю убивать зверушек, ответил дядя Федя. Пусть зайчики, белочки, ежики и лисички мирно в лесу живут, не надо их трогать. И птички разные пусть тоже живут, сказал дядя Кузьма. Без зверушек и печужек в лесу было бы скучно. Никого убивать не надо, животных надо любить. Вот какие были три веселых охотника. Шурик у дедушки Летом мы с Шуриком жили у дедушки. Шурик – это мой младший брат. Он еще в школе не учится, а я уже в первый класс поступил. Только он все равно меня не слушается. Ну и не надо. Когда мы приехали, так сейчас же обыскали весь двор, облазили все сараи и чердаки. Я нашел стеклянную банку из-под варенья и круглую железную коробочку от Гуталина. А Шурик нашел старую дверную ручку и большую калошу на правую ногу. Потом мы чуть не подрались с ним на чердаке из-за удочки. Я первый увидел удочку и сказал – «Чур моя!» Шурик тоже увидел и давай кричать – «Чур моя!» «Чур моя!» Я схватил удочку, а он тоже вцепился в нее. И давай отнимать. Я рассердился, как дернул. Он отлетел в сторону и чуть не упал. Потом говорит – «Подумаешь, очень нужна мне твоя удочка! У меня есть калоша!» «Вот и целуйся со своей калошей, говорю я, а удочку нечего рвать из рук!» Я отыскал сарая лопату и пошел копать червей, чтобы ловить рыбу. А Шурик пошел к бабушке и стал просить у нее спички. «Зачем тебе спички?» спрашивает бабушка. Я, говорит, разведу во дворе костер, сверху положу калошу, калоша расплавится и из нее получится резина. «Еще чего, выдумаешь, замахал руками бабушка? Ты тут и дом весь спалишь со своим баловством!» «Нет, голубчик, и не проси! Что это еще за игрушки с огнем? И слушать ничего не желаю!» Тогда Шурик взял дверную ручку, которую нашел в сарае, привязал к ней веревку, а к другому концу веревки привязал калошу. Ходит по двору, веревку за ручку держит, а калоша за ним по земле ездит. Куда он, туда и она. Подошел ко мне, увидел, что я червей копаю и говорит, «Хэ, можешь не стараться, все равно ничего не поймаешь!» «Это почему?» спрашиваю. «Я заколдую рыбу!» «Ха, пожалуйста, говорю, колдуй на здоровье!» Я накопал червей, сложил их в коробочку и пошел к пруду. Пруд был позади двора, там, где колхозный огород начинается. Насадил я на крючок червяка, уселся на берегу и забросил удочку. Сижу и за поплывком слежу. А Шурик подкрался сзади и давай кричать во все горло. «Колдуй, баба! Колдуй, дед! Колдуй, серенький медведь! Колдуй, баба! Колдуй, дед! Колдуй, серенький медведь!» Я решил молчать и ничего не говорить, потому что с ним всегда так. Если скажешь что-нибудь, еще хуже будет. Наконец он наколдовался, бросил в пруд калошу и стал ее по воде на веревке таскать. Потом придумал такую вещь. Бросит калошу на середину пруда и давай в нее камнями швырять, пока не утопит. А потом начинает ее со дна на веревке вытаскивать. Я сначала молча терпел, а потом как не вытерплю. «Пошел вон отсюда!» кричу. «Ты распугал мне всю рыбу!» А он говорит. «Все равно ничего не поймаешь! Заколдована рыба!» И опять плюх калошу на середину пруда. Я вскочил, схватил палку и к нему. Он давай удирать, а калоша за ним на веревке так и скачет. Еле убежал от меня. Вернулся я к пруду и стал снова рыбу ловить. Ловил, ловил, уже солнышко высоко поднялось, а я все сижу, да на поплавок гляжу. Не клюет рыба, хоть тресни. На шурика злюсь. Прямо избить готов. Не то, чтоб я в его колдовство поверил. Я знаю, что если приду без рыбы, смеяться будет. Уж чего я не делал. И подальше от берега забрасывал удочку. И поближе, и поглубже крючок опускал. Ничего не выходит. Захотелось мне есть. Пошел я домой. Вдруг слышу. Кто-то в ворота колотит. Бум-бум. Бах-бах. Подхожу к воротам, смотрю, а это Шурик. Достал где-то молоток, гвозди и прибивает к калитке дверную ручку. Это ты для чего прибиваешь, спрашиваю. Он увидел меня, обрадовался. Хи-хи-хи-хи. Рыболов пришел. Где ж твоя рыба? Я говорю, ты зачем прибиваешь ручку? Здесь же есть одна ручка. Ничего, говорит, пусть две будут. Вдруг одна оторвется. Прибил ручку, и еще у него один гвоздь остался. Он долго думал, что с этим гвоздем делать. Хотел его просто в калитку загнать, потом придумал. Приложил калошу подошвой к калитке и стал ее гвоздем приколачивать. А это для чего, спрашиваю? Так просто. Просто глупо, говорю я. Вдруг смотрим, дедушка с работы идет. Шурик испугался. Давай отрывать калошу, а она не отрывается. Тогда он встал, загородил калошу спиной и стоит. Дедушка подошел и говорит, вот молодцы ребятки. Только приехали и за работу сразу. Кто это придумал калитке вторую ручку-то прибить? Это, говорю, Шурик! Дедушка только крякнул. Ну что ж, говорит, теперь у нас две ручки будет. Одна сверху, другая снизу. Вдруг какой-нибудь коротенький человек придет, до верхней ручки ему не дотянуться, так он до нижней достанет. Тут дедушка заметил калошу. А это еще что? Я так и фыркнул. Ну, думаю, сейчас Шурику от дедушки будет. Шурик покраснел, сам не знает, что отвечать. А дедушка говорит, это что ж, это, наверное, все равно, что ящик для писем. Придет почтальон, увидит, что дома никого нет, сунет письмо в калошу и пойдет дальше. Очень остроумно. Это я сам придумал, похвастался Шурик. Да неужто? Честное слово. Ну, молодец, развел руками дедушка. За обедом дедушка все разводил руками и рассказывал бабушке про эту калошу. Понимаешь, какой остроумный ребенок. Да чего сам додумался, ты не поверишь даже. Понимаешь, калошу калитки, а? Я давно говорю, что надо ящик для писем прибить, а того и не сообразить мне, что проще калошу. Ладно, уже смехнулась бабушка. Я куплю ящик, а пока пусть повисит калоша. После обеда Шурик побежал в сад, а дедушка говорит, ну, Шурик у нас уже отличился, а ты, Николка, тоже, небось, чего-нибудь наработал. Ты уж признавайся, порадуй дедушку. Я говорю, ловил рыбу, да рыба не ловится. А ты где ловил? В пруду. Э-э-э, протянул дедушка, какая же тут рыба? Этот пруд недавно вырыли. Тут даже лягушки еще не развелись. А ты, голубчик, не поленись, пойди на речку. Там у мостика течение быстрое. На этой быстринке и полови. Дедушка ушел на работу, а я взял удочку и говорю Шурику, пойдем на реку, будем вместе рыбу ловить. Ага, говорит, испугался, теперь подлизываешься. Подлизываешься? Да зачем мне подлизываться? А чтоб я не колдовал больше. Колдуй, говорю, пожалуйста. Взял на коробку с червями, банку из-под варенья, чтоб было куда рыбу сажать и пошел. А Шурик сзади поплелся. Пришли на реку. Я пристроился на берегу, недалеко от моста, для течения побыстрей, и забросил удочку. А Шурик толчется возле меня и все бормочет. Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медведь. Помолчит чуточку, помолчит, а потом снова. Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медведь. Вдруг рыба как клюнет. Я как дерну удочку. Рыба сверкнула в воздухе, сорвалась с крючка, упала на берег и ну плясать возле самой воды. Шурик как крикнет, держи ее! Бросился к рыбе и давай ловить. Рыба по берегу скачет, а он прямо животом на нее бросается, никак поймать не может. Чуть она не удрала обратно в реку. Наконец он ее схватил. Я набрал в банку воды, Шурик пустил в нее рыбу и стал разглядывать. Это говорит окунь. Честное слово, окунь. Видишь, какие у него полоски. Чур мой будет. Ладно, пусть будет твой. Мы еще много наловим. В этот день мы долго удили. Поймали шесть окуньков, четырех пескарей и даже ершика одного выудили. На обратном пути Шурик нес банку с рыбой и даже подержать не давал мне. Он был очень рад и совсем не обиделся, когда увидел, что его калоша исчезла, а вместо нее на калитке висит новенький голубой ящик для писем. Ну и пусть, сказал он. По-моему, ящик еще даже лучше калоши. Он махнул рукой и поскорее побежал показывать рыбу бабушке. Бабушка похвалила нас. А потом я ему сказал, вот видишь, а ты колдовал. Ничего твое колдовство не значит. Я в колдовство не верю. У-у-у, сказал Шурик, а я, думаешь, верю. Это одни только дикари верят, да старенькие старушки. Этим он очень насмешил бабушку, потому что бабушка хоть и была старенькая, но тоже не верила в колдовство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok